Алло. Ольга Викторовна, добрый день. Меня зовут Иван Жданов, я юрист фонд борьбы с орубцией. Мы сейчас готовим публикацию по касательно вашего самолета и перевозки собак Корги на выставке. Вы можете как-то прокомментировать наличие у вас самолета? А? Можете как-то прокомментировать наличие у вас самолета? Без комментариев. А по поводу собак, которых вы возите на выставке? А собак я вожу на выставке разными путями. И машинами, и самолетами, и пароходами, и даже паромами. Понятно. Просто нам для публикации хотелось бы понять, все-таки на своем самолете вы возите собак, да? А я поговорю. Подожди, я сама юрист, успокойся. Что вы хотите услышать? Вы хотите услышать, что мы на своем самолете, задекларированном, возим своих собак. На выставке, между прочим, международного уровня, защищать честь России, как это громогласно сказано. Ольга Митровна, он же не задекларировал. Я так думаю, что можно и чемодана возить на своем самолете. Правда ведь не запрещено? Конечно, согласен с вами. Но он же не задекларирован. Мы не нашли его в декларациях. А это другое дело. Мой самолет или не мой самолет? Это... У вас есть данные, что у меня есть самолет? Да, у нас есть данные, конечно. Да? Мы же расследование проводим, конечно же, у нас есть, да. Ну, я знаю, как вы проводите расследование. Вы, ребята, расследуете, расследуете. Лезете в ловушку, лезете, лезете. Да нет, мы в ловушку не лезем. Спасибо большое. То есть самолета нет все-таки у вас, да, получается? А это вам сказать не буду. Понимаете, я иногда летаю на чартерах, иногда рейсовыми самолетами, иногда собаки летают со мной в салоне, иногда собаки летают багажом в перевозке. Ради бога, у меня вот документы на все это есть. Как они летают, билеты есть, все есть. Спасибо большое, Ольга Викторовна. Да, ребят, давайте, да, только вы расследуйте потщательнее, а то ведь, я, конечно, понимаю, что вам очень сильно нужно, и даже знаю, откуда вам сильно нужно. Ну, вы лезете в ловушку, лезьте. Спасибо большое. Вы к кубру залезете. Да, давайте. Спасибо.